Владимир Колокольцев принял участие в работе 39-й конференции «Осяна-Пол», которая проходит в городе Ханой. Обращение российского министра к участникам Ассоциации национальных полиций стран-участниц «Осян» было посвящено вопросам укрепления сотрудничества путем объединения усилий в борьбе с преступностью. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа. От имени Министерства внутренних дел Российской Федерации рад приветствовать участников конференции и выразить признательность вьетнамской стране за теплый прием и организацию этого мероприятия. Результатом третьего саммита «Россия-Осян» стало решение лидеров о закреплении стратегического характера отношений между Россией и Ассоциацией, в том числе в правоохранительной области. Россия готова работать с АССИАН в сфере обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Океанском регионе. Выстраивание адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности, основанной на взаимном уважении, доверии и верховенстве международного права, будет способствовать поиску эффективных ответов на весь комплекс вызовов и угроз. Актуальной задачей является наращивание совместных усилий по противодействию международному терроризму и транснациональной преступности. С 2014 года, когда Министерство внутренних дел Российской Федерации получило статус диалогового партнера АССИАН Пола, накоплен на наш взгляд большой положительный опыт взаимодействия по различным направлениям. Особое значение в этой связи имеют ежегодно организуемые нами обучающие курсы для представителей правоохранительных органов стран АССИАН. В 2020 году готовы принять на обучение очередную группу полицейских из стран АССИАН по тематике раскрытия преступлений в сфере незаконного болота наркотиков. Российская страна настроена на продолжение конструктивного диалога с десяткой на данном направлении. Это было еще раз подтверждено в ходе очередного совещания старших должностных лиц Россия-АССИАН по антинаркотическому сотрудничеству. Министерством заключен ряд международных документов со странами ассоциации в указанной сфере. Намечены конкретные шаги взаимодействия с Таиландом и Камбоджей. Положительные оценки заслуживает наша совместная работа с ССИАН в рамках Комиссии ООН по наркотическим средствам. На 62-й сессии в марте этого года было принято сбалансированное министерское заявление в поддержку действующего межгосударственного режима контроля за наркотиками. Полагаем необходимым повысить отдачу от международного правоохранительного взаимодействия на других направлениях. Высокий потенциал имеется у диалога правоохранительных органов в сфере международной информационной безопасности. Рассчитываем на последовательную реализацию принятого на прошлогоднем саммите Россия-ОСИАН заявление о сотрудничестве в области обеспечения безопасности использования информационно-коммуникационных технологий и запуск до конца этого года профильного совместного механизма. Укрепление антитеррористической безопасности и стабильности региона будет способствовать подписанию меморандума о взаимопонимании между региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества и ОСИАН-ПОО. Уважаемые коллеги, в заключение хотел бы подчеркнуть наш настрой на повышение эффективности и практической отдачи от сотрудничества с ОСИАН-ПОО в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ